У нас очень большая работа ведется по профилактике подобных преступлений и правонарушений в молодежной среде. Очень много общественных организаций, представители которых сегодня здесь присутствуют, представители правоохранительных органов ведут очень большую работу, и поэтому у нас достаточно благополучная ситуация, много правонарушений, даже таких страшных, о которых мы сегодня говорим, они предотвращаются. Каким образом выявляются? То есть в социальных сетях смотрите символику какую-то там, или ребенок идет на одежде, у него что-то? Да, например, Центр по противодействию экстремизму, они мониторят социальные сети и другие органы, и своевременно реагируют, проводят профилактические беседы с подростками, например. У меня такая практика существует. Я бы хотела вот предыдущую тему поддержать. Давайте все-таки обратимся к статистике. Если мы посмотрим на тех преступников, которые уже осуждены по подобным преступлениям, то мы можем обратить внимание, что психические расстройства – это редкое явление. И если человек идет на такое преступление, он идет с убежденностью, например. Если человек какие-то взгляды исповедует, допустим, религиозные или националистические, то это не психически больной человек, но всегда, даже у меня в практике была работа с подобными молодыми людьми, это в основном мужчины, это человек, который переживает какой-то особый период своей жизни. То есть он либо находится в состоянии обиды, стресса, Вот не случайно же ненависть в этой ситуации написана на каждом патроне. Ненависть. Он писал это, думал об этом, думал о чем-то таком, что его глубоко волновало. Потому что ненависть – это очень сильная эмоция, страшная эмоция, которая… Ну, как бы нашел виноватых, условно сказать. Да, он нашел виноватых, но кто-то с ним провел очень серьезную работу, правильно? Не случайно он определенную форму одежды надел, у него была символика на футболке, и это не первый случай, когда совершается правонарушение, и с символикой, например, перечеркнута символика специальной военной операции или нацистская свастика. Молодые люди накалывают, допустим, на теле нацистскую символику, порой не задумываясь о том, что это на самом деле и что это влечет, но увлекаются какими-то поверхностными суждениями, вовлекаются в какую-то группу, потому что большинство случаев – это одиночки. Вот такие преступники-одиночки, они ищут какую-то социальную среду, где он будет не одинок, востребованным, понятным, кто будет разделять его проблемы, убеждения. И я думаю, что человек, страдающий тем более в данном случае какими-то особенностями, психическими расстройствами, он не имел таких друзей, которые его бы поддержали и разубедили бы, но он нашел другую поддержку. Я совершенно соглашусь с тем, что у нас в нашем регионе очень серьезно работают наши правоохранительные органы по выявлению экстремистских всяческих настроений и в социальных сетях, и в переписках, и в каких-то действиях, и ведут большую профилактическую работу. Я с этим непосредственно по своей деятельности сталкиваюсь. Когда неразумные мальчишки или девчонки позволяют себе либо что-то перепостить, либо подражая кому-то вести какую-то переписку и так далее, и так далее. Такие вещи выявляются, и это очень сурово наказывается. На самом деле это относится к тяжким преступлениям. Поэтому в этом отношении система выстроена. Но не хватает, и абсолютно соглашусь с уважаемым коллегой, вот этого чувства коллективизма, чувства общей ответственности. Может, мы чужие ценности взяли в 90-е годы себе о том, что роль личности и больше ничего, права человека и больше ничего. А при этом человек же не в вакууме живет.